В отборе за право представить Беларусь на конкурсе «Отличник войсковой разведки» принимают участие две команды. Они – элита механизированных бригад, здесь каждый боец на весь золото. До этого проводился отбор оперативных командований, где с разделения воинских частей разведки был отобран личный состав. Каждый военнослужащий, который принимает участие в данном состязании, он одно из составит – это участие в международных играх. Поэтому все видят это стремление и желание попасть в команду. Засада и захват заложника – один из десятка специальных этапов, представленных на соревновании. Войсковые разведчики соревнуются во владении оружием, вождении боевых машин пехоты, в совершении марш-броска на 10 километров. «Учитывая то, что все это проводится в комплексе, в сжатые сроки, под воздействием имитационных групп, групп противодействия, при создании определенной фоновой тактической обстановки, это позволяет команде получать большую практическую базу». Один из самых изнурительных этапов – полоса разведчика. Здесь на дистанции в 500 метров размещено 26 препятствий, которые нужно пройти полным составом с соблюдением боевого порядка. В среднем на это уходит от 40 до 50 минут. «Надо быть подготовленным, чтобы это пройти. Здесь тоже силы не всегда решают. На каждое препятствие своя техника. Просто если так и ломиться, сломя голову, сколько, два-три препятствия, все, больше на тебя не хватит». Отбор на армейские игры проводится параллельно с соревнованием на звание лучшей разведгруппы вооруженных сил. Те, кто уже принимал участие в этом турнире, отмечают, что с каждым годом дойти до финала становится все сложнее. На этот раз лучше всех задачей справилась группа от западного оперативного командования. А вот подготовку к международным стартам, по мнению судей, достойны продолжить обе команды. Сергей Чураков, Иван Михайлов, Антон Нихай, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».